Вы знаете, я поражаюсь иногда логикой, которой живет иногда наша страна. Вот когда мы воюем с ДНР-ЛНР, там враги, негодяи и мерзавцы. Когда мы начинаем торговать, оказывается, что там есть предприятия, которые заплатили миллиард двести миллионов долларов в бюджет Украины за прошлый год. Люди, вы вдумайтесь во все это. Это какая-то всеукраинская шизофрения. Мы сами не поймем, что мы хочем. Я думаю, что надо понимать некоторые вещи. Может быть, кто не понимает, давайте я объясню. Вот эта блокада и вся эта ситуация привела к тому, что мы теряем. Просто я хочу перечислить его, у меня где-то здесь. Макеевский филиал бывшего металлургического комбината, Енакиевский, Харцизский трубный, Докучаевский комбинат, Комсомольское рудоуправление. Мы можем еще лишиться коксующего угла и остановиться Мариуполь. Скажите, для чего это все делается? В чем патриотизм? Я, насколько понимаю, может быть, я неправильно понимаю слово патриот, Но в моем понимании патриот, действия которого приводят к тому, Что у народа Украины лучше хоть на что-нибудь, хоть на гривну становится жить. Вот это патриот. А если ты опять добиваешь свою страну и кричишь, что ты патриот, я понять не могу. Они уже, знаете, гуляют от вольного, как хотят, как гуляй поле. Хочешь заблокируй то, хочешь заблокируй это. Я не знаю. Мы не можем терять эти предприятия, это неправильный подход. С другой стороны, пока не будет принято окончательное решение. Не стой там, иди сюда. А вот точно, что мы делаем с Донбассом? Что мы делаем с Минском? Что мы делаем вообще со всей этой ситуацией? Но ответьте один раз нормально на вопрос. Мы воюем или не воюем? Мы торгуем или не торгуем? Что-нибудь? Вот когда ответят на вопрос, тогда и не только у Робиновича, У любого человека будет ответ на вопрос, что делать дальше. А так можно торговать одним, нельзя другим. Одни барыги набивают себе карманы, Вторые останавливают поезда и не дают простым людям жить. Вот вся история. Знаете, я вам скажу очень по-народному и по-человечески. У нас все время должно быть или черное, или белое. Мы хотим победить. Вот одни красные, одни фашисты. Одни за немцев, одни за русских. И всегда что-то красное. Нужно понять, что... Знаете, я вам совсем по-одесски скажу. Самое правильное решение вопроса, и вообще самая правильная договоренность, когда обе стороны считают, что они немножко обдурили друг друга. Ну я так, знаете, шутя говорю. Надо сделать какой-то шаг назад. И нам, и той стороне. Нам надо прекратить риторику войны. Нам надо сказать главное. Ребята, вот сегодня останавливаем войну. Сегодня, не завтра, не послезавтра. Вот два пункта, с чего мы начинаем. Не будем идеологию вводить. Первое, останавливаем войну. Второе, обмениваемся пленными. Потому что без того, чтобы не стрелять... Когда стреляют, разговаривать о мире бесполезно. Когда стреляют, говорят о мире, а готовятся к следующей войне. Вот когда прекращают стрелять, надо садиться разговаривать. И второе, ну скажите, что это такое? Люди, когда была Савченко, каждый день парламент стоял, там кричал, Надя, Надя. Сегодня десятки людей продолжают там сидеть. Десятки. И все, тишина, никому это не нужно. Отыграли политическую карту и все. Люди вообще как пешки. Вот это второе, что должно быть в голове. Это наши люди, они сидят в тюрьме. Понимаете? В частности, я не понимаю, почему никто не добивается выдачи нам и возврата Карпюка. Первый, который еще попал в плен. Он до сих пор сидит в тюрьме, был в Чечне. Это, ну как такое может быть? Я, кстати, работаю над этим вопросом. И с Божьей помощью попробуем что-то сделать. Кстати, как думает Рабинович? Парламент способен решить проблему блокады? Или ему опять будет не до этого? Вы знаете, нет такой проблемы блокады. Вот нет такой проблемы. Вот мы сами эту проблему себе там построили, как-то вжились уже, ну все нормально. Это блокада. Внутри страны какие-то люди блокируют железнодорожные полосы, дороги, принимают какие-то решения. Это что, блокируют дороги? Нет, это террористы в чистом виде. Хотя, еще раз говорю, я могу понять каждого отдельного человека, который там стоит. Он может быть борется, он считает, что там гибнут люди. Но люди, это так и есть. Мало того, смотрите, как у нас развивается ситуация. Я вам сейчас расскажу. На Закарпатье, на Закарпатье, это уже официальный материал, не анекдот. Обнаружили 5 километров приватизированного государственного кордона Украины. Это для чего? Чтобы тоже не блокировалось что? Вилкуловск, вот пожалуйста, я прямо читаю. Дунай, Вилкалова рыбаки заблокировали, потому что им мешают ловить рыбу. Ну, вы понимаете, это свадьба в Малиновке получается. Это безумие. И у меня вопрос к тем, кто все-таки блокирует. Вот знаете, я попытаюсь формулировать свой вопрос. А почему вы блокируете только там? Давайте блокировать Кабмин за грабительские тарифы. Давайте блокировать Минздрав за уничтоженное здравоохранение Украины. Давайте Крещатик блокировать за ту жизнь, в которую нас ввергли, что так люди жить не могут. Почему мы вдруг стали там? Потому что там выгодно. Именно там разве решается вопрос. Здесь в Киеве решается вопрос. А здесь никто ничего не блокирует. Здесь все в оппозиции. Но когда надо выходить или выразить свое мнение, кроме вот сейчас сколько было, партия за життя вышла, я бачив сейчас свободу и по-моему все. Вот вам все эти. Все остальные оппозиционные силы, они в оппозиции как Ленин, знаете, все в Шушенском и все в этих, в шалашах. А вот как считает Роминович? Российским банкам уже пора указать на поребрик или пусть еще побудут? Вы знаете, я всегда вот на любую ситуацию смотрю, как из нее выходить. Как входить у нас все знают. Давай там рубанем и все. Все замечательно. Давайте я вам расскажу две вещи. А уже вы сами будете решать, как правильно. Первое. Самые большие инвестиции в прошлом году, получившие Украина, которые получила Украина, это были инвестиции в филиалы российских банков дочерних. То есть мы с вами, если честно, получили и финансировались Россией. Если ему прибавить еще деньги гастарбайтеров, то практически единственный серьезный донор нашей экономики – это Россия. Об этом не принято говорить. Это нехорошо, не патриотично. Ну, что я могу сделать? Так оно и есть. Второе. Вы знаете, уничтожить банки легко. Ну, уничтожим банки, давайте выкинем их, какая разница. Давайте еще больше уменьшим торговлю. Давайте вообще закроемся и будем петь с утра до вечера. Это тоже нормально. Помните вот этот фильм «Собачье сердце»? Там сидят и поют тяжелые годы настали. Я вообще, когда они начинают петь, я начинаю настораживаться. Но я бы все-таки с экономикой очень аккуратно обходился и политику не смешивал с экономикой. Вот, например, министр внутренних дел, который дает указание Национальному банку сделать то или то, на мой взгляд, это неправильно. Я понимаю, что, может быть, Аваков выступает в данном случае скорее как политик, чем как министр. Но все же я считаю, что министр внутренних дел должен заниматься своим делом, а Национальному банку своим. Знаете, мы доходим во многих вопросах до какого-то абсурда. Вот сейчас, например, в рамках вот этой вот освобождения от прошлого, почему-то снимают памятник Суворову в рамках декоммунизации. Я не совсем понимаю, в чем тут дело, но настолько это уже какое-то, знаете, вообще безумие. Я спросил, говорят, мы разрываем все связи с Россией. Можете мне объяснить? Основой, апологетом дружбы с Россией является Богдан Хмельницкий, который Переславская Рада и вечный друг с Россией. А его тогда-то начинайте с Богдана Хмельницкого, чего к Суворову привязались. Но они, знаете, Суворов, им звучит как-то по-русски. Поэтому, ну что я могу сказать? Задержанный вот здесь, в центре города, два дня назад, молодой человек с тремя гранатами и взрывчаткой, просто гулявший. Вот вся история, которая сегодня, наверное, правит демократией. И в экономике, к сожалению. А вот как Рабиновичу кажется, суд в ГАГе способен хоть как-то повлиять на Кремль? Вы знаете, вот очень сила большая у телевидения, вообще у медиа. Вот когда только приходит очередная платежка, в которой у человека открываются глаза, он говорит, что это? Сразу вдруг появляется, то похитят там депутата, то еще. Сейчас суд в ГАГе. Давайте я объясню, дорогие друзья. Какое бы решение ни принял суд в ГАГе, это решение имеет гипотетическую форму. Может быть, что-то его кто-то услышит. Если вы думаете, что суд в ГАГе, вынявший решение, ну я не знаю, какое, да вообще, прибавит нам 5 копеек для нашего бюджета, вы глубоко заблуждаетесь. Если вы думаете, что суд в ГАГе может изменить нынешнюю ситуацию, вы глубоко заблуждаетесь. Да, где-то там моральное удовлетворение мы получим, если выиграем этот суд. Но, послушайте, ну давайте уже, ГАГа это, знаете, международный суд по преступлениям. Вот я считаю, что международный суд у нас есть еще что отдать. Давайте отдадим туда, знаете кого? Вот я хочу вам зачитать. В онкодиспансере Одессы закончились лекарства. Денег нет вообще на 16-й год. Выделено оборудование 15%. Все, на питание нет. 4 научно-исследовательских института медицинских Украины получили ноль. Я только что пришел к вам, 2 минуты назад читаю. Моторошни данные Украина, лидер за смертностью Материфтон и Мавлят. Это международная организация. Давайте в ГАГу отведем этого министра здравоохранения по фамилии Супрун. А мы все там думаем, кого как накажут. Да не будет ничего от этого суда для нас. Делают свою работу. Это обычная рядовая работа этих адвокатов наших и международников. А нам надо заниматься вот этими, вот этой ГАГой. Вот эта ГАГа. Убитая медицина, эта ГАГа. Тарифы, эта ГАГа. Вот эта ГАГа наша. А вот Рабиновичу как кажется, при новой администрации США Украине станет полегче или это все иллюзии? Вы знаете, я уже много раз говорю, я как раз совсем протрамповский политик, причем это не сейчас, когда перекрасился, а когда все рассказывали, наши же украинские в основном политики, включая министров всяких, о том, какой Трамп нехороший человек. Я им всегда объяснял и говорил, часто на телевидении, я выиграл на нем много коньяка, поэтому на его победе. Я вообще протрамповец. Но когда наши говорят о том, что мы договорились с Трампом, они, наверное, не допонимают до конца, о чем они говорят. Они просто констатируют, что все их рассказы про то, что Трамп пророссийский политик, это бред сумасшедшего. Вот все, что они констатируют. Отношение Трампа к нынешней администрации никак не поменялось. И когда, если вы знаете, мы много раз уже слышали, кроме без виза, который переносится каждый раз, нам объявляют завтра, послезавтра. Кстати, поздравляю, сегодня выступили, сказали, в апреле не будет, но в июле точно, вот прямо только я ехал сюда, слушал новости. То же самое мы помним дату встречи Трампа с нашим руководством. Но, вы знаете, я хочу, пока нас никто не слышит, дать большой серьезный совет нашим руководителям. И вот министру, который говорит, смотрите, вы когда говорите про без виз, что он будет точно тогда-то, да? Или встреча с Трампом точно тогда-то. Делайте вот так вот, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, а то у вас не получается, хорошо? Поэтому, знаете, Трамп будет Трампом, надо строить свою страну, независимо ни от кого. А вообще, если мы будем так вести страну, как Трамп, то мы действительно станем великое травмо. Я за то, чтобы у нас были свои Трампы и сделали Украину сильной. Они плакались как там, они хорошие будут к нам или плохие. Мы должны быть хорошие, мы должны быть сильные. Вы знаете, И вот, давайте...